Прежде чем начнём, стоит упомянуть, что я решил вместо виртуалбокса использовать гему. Не потому что виртуалбокс чем-то плох, просто у GNS есть функционал снапшотов, когда он может сохранить состояние всей топологии, в том числе виртуалок. Но это работает только с гему. Не этот функционал нужен для записи курса, а вам он в принципе не обязателен. Поэтому можете продолжать использовать виртуалбокс. Установку гему я не буду разбирать, сами справитесь. Сами виртуалки нужно создавать в GNS. Это делается примерно там же, где мы связывали виртуалбокс и GNS. Edit, Preferences, GEMO, VMs. Я предварительно преобразовал образ дисков VDI от виртуалбокс в QCO2, который нужен для GEMO, и положил в нужную директорию. По настройкам виртуалки я опять же ей выделил всего 512 МБ оперативки. Для подключения к консоли буду использовать VNC. Это всё делается через GNS, без необходимости что-то менять в самой виртуалке. Во вкладке Network всё так же выделил виртуалке 4 сетевых адаптера. Ну и во вкладке Advanced нужно убедиться, что стоит галочка Use as a Linked Base VM, чтобы мы простым перетягиванием создавали новые виртуалки. Для подключения к консоли виртуалки надо нажать на ней правой кнопкой мыши и выбрать консоль. Для этого в системе должен быть какой-нибудь VNC клиент. Ну и учтите, что тут имена сетевых интерфейсов будут отличаться, но вы всегда можете их узнать по выводу команды IPA. В общем, я настроил всё как было. И при выключенных виртуалках теперь можно делать снапшоты всей топологии. Если вы по какой-то причине тоже решили перейти на гему, и у вас что-то не получилось, напишите, разберёмся. Это было небольшое вступление, теперь перейдём к самой теме. Итак, в прошлый раз мы создали JumpHost, через который мы можем логиниться на внутренние машинки из интернета. На сам JumpHost мы можем попасть напрямую из интернета, так как на роутере мы пробросили порт. Из-за того, что это не очень безопасно, мы приняли какие-то меры безопасности. Использовали нестандартный порт, отключили аутентификацию по паролям, запретили руту логиниться. Но представьте, что у SH есть какая-то уязвимость, о которой пока никто ничего не знает. Уязвимость нулевого дня. Условно она позволяет зайти на сервер, даже не зная логина и пароля. И вот какие-то взломщики нашли её, попытались взломать наш JumpHost, через который они смогут попасть на другие наши сервера. При определённых условиях нас мог бы спасти C-Linux, но вот по каким-то причинам это не произошло. И вот взломщики получили доступ на JumpHost, просканировали сеть и увидели все наши сервера, которые они дальше будут ломать. И вот из этой идеи, нас уже взломали, должна строиться система информационной безопасности. Невозможно построить систему, которая будет безопасной на все 100%. Всё можно взломать. Вопрос только в том, сколько времени, сил и денег на это уйдёт. Система информационной безопасности стоит немалых денег, и всё упирается в принцип. Система защиты не должна стоить дороже того, что она охраняет. То же самое касается взлома. То есть, грубо говоря, нет смысла покупать сейф за миллион долларов и хранить в нём 100 рублей. И нет смысла нанимать командующих профессионалов, у которых суперинструменты для взлома такого сейфа, чтобы в итоге достать 100 рублей. Поэтому, строя систему защиты, с одной стороны, нужно стараться сделать её неуязвимой, а с другой – понимать, что это невозможно. А значит, думать о следующем шаге. Нас уже взломали. Что дальше? Нужно смягчить урон. В инфобезе это называется «митигейшн». Если кто-то попал на один сервер, сделайте так, чтобы он с этого сервера не мог попасть на другие. Если взломают одну систему, сделайте так, чтобы это не распространилось на другие. Попал в вашу сеть шифровальчик, зашифровал какие-то сервера, нужно сделать так, чтобы это не затронуло другие, чтобы не перекинулось в другие сети. Чем сильнее вы усложните хакерам работу, чем больше всяких препятствий вы им поставите, тем сложнее им будет добраться до важных данных. И пока они будут со всем этим возиться, возможно, вы успеете что-то заметить и среагировать. В общем, возвращаясь к JumpHust. Он у нас доступен из интернета и один из первых претендентов на взлом. А значит, его как-то нужно отделить от других систем. Мы говорили об изоляции на уровне вланов и подсетей. А с точки зрения информационной безопасности вводится еще одно понятие – зоны. Мы уже знакомы с этим понятием благодаря файерболу. Файербол D у нас зон-бейст файербол. Так вот, зона – это больше логическое деление. Одна зона может состоять как из одного влана с одной подсетью, так и из множества вланов и подсетей. Например, мы можем для каждой аудитории в универе выделить отдельный влан с отдельной подсетью. Но с точки зрения зон – все аудитории находятся в одной зоне, так как по уровню доступа студенты одной аудитории ничем не отличаются от студентов другой аудитории. То есть деление по зонам – это в основном про доступы. Скажем, студентам можно на такие-то сервера. Значит, все студенты в одной зоне, сервера в другой. И мы пишем правило, что в зоне студента разрешен доступ к зоне сервера для студентов. По порту 80. На самом деле, обычно настраивается более гранулярный доступ. Мол, на эти сервера по 80-му порту, а на эти по 443-му. На эти вообще нельзя и тому подобное. В общем-то, все начинается с зон, но ими не ограничивается. Так вот, системы, которые доступны из интернета, с точки зрения безопасности отделяют в одну зону, называемую DMZ – демилитаризованная зона. Обычно здесь находятся веб-сервера, джамп-хосты и прочие системы, к которым меньше всего доверия. Чем сильнее мы изолируем эту зону, чем меньше доступов мы дадим из этой зоны, тем лучше. Понятное дело, что джамп-хост на то и джамп-хост, что с него должны иметь возможность попасть на другие сервера. Но, допустим, мы можем разрешить джамп-хосту подключаться только к одному серверу во внутренней зоне и использовать этот сервер в качестве второго джамп-хоста, у которого уже будет доступ к другим системам. Это сократит площадь атак. В нашей схеме помимо джамп-хоста в интернет смотрят еще одно устройство – роутер 1. Да, мы его обезопасили, туда нельзя попасть из интернета, мы даже можем запретить доступ с джамп-хоста и запретить пинги. Но, тем не менее, он подключен в интернет. Как минимум, его могут вывести из строя джидос-атакой. Да и шанс взлома, хоть и мизерный, никогда не стоит исключать. И если наш роутер выйдет из строя, либо начнет тормозить, ляжет вся наша сеть, юзеры не смогут заходить на сервера, а сервера не смогут обмениваться данными для работы. Пофиг на интернет, но нарушение внутренней работы сети в средней или крупной компании – большая проблема. Поэтому внутренняя сеть располагается на другом роутере. Давайте немного преобразим нашу сеть. Роутер 1 у нас будет внешним роутером, который смотрит в интернет. С него будет проброс портов на различные сервисы, которые должны быть доступны в интернете. Например, на джамп-хост. Пока что для DMZ отделим второй в LAN. Роутеру 1 также нужен другой в LAN, например, в LAN 1, чтобы он мог спокойно общаться с внутренним роутером. Его мы назовем роутер 3. Он уже будет связывать внутреннюю сеть, пользователей, внутренние сервера и прочее. На нем нам нужен первый в LAN, чтобы общаться с роутером 1, а также третий и четвертый в LAN для юзеров и серверов соответственно. В дальнейшем, возможно, будут дополнительные зоны. Но на пока этого достаточно. Так как теперь наши роутеры будут не только связывать подсети, но и разделять сеть на зоны, то есть выступать с сетевыми фаерволами, для аутентичности поменяем иконку у роутеров. Так как теперь на джамп-хост и юзер 1 приходит только один в LAN, на свечах в их сторону настроим нетегированные вланы. И только к роутерам из свечу 1 будут использоваться транки. Я пропущу этап настройки адресов и вланов, так как мы это делали раньше. А для вас это будет небольшим заданием на повторение. Однако с маршрутизацией начинающим может быть сложно, поэтому это покажу. Для начала подключимся во внутреннюю сеть. Запускаем sh-agent, добавляем ключи, дальше подключаемся к роутеру. Для начала посмотрим дефолтную зону на фаерволе. Сейчас у нас интерфейсы, которые смотрят в разные вланы, Team0 и Team02, находятся в одной зоне. Team02 это интерфейс, который смотрит во второй влан, а он у нас для DMZ. Поэтому стоит перенести этот интерфейс в другую зону. На фаерволе уже есть зона с таким названием, поэтому сразу переместим в эту зону. Интерфейс переместился в эту зону, но, как видите, в ней есть сервис sh. Это значит, что из DMZ-зоны можно будет подключиться по sh к роутеру. А так как мы не очень доверяем DMZ, то лучше убрать эту возможность. Это не отразится на текущем подключении, но больше с JumpHust мы не сможем зайти на роутер. Теперь посмотрим маршруты. Роутер 1 знает о сетях 1.0 и 2.0. И все неизвестное он посылает в интернет через провайдера. Но за роутером 3 у нас еще 3 сети. 3.0, 4.0 и 5.0. Если какой-нибудь пакет придет с сети 3.0 на роутер, то роутер 1 ответ будет посылать на свой дефолт гейтвей. Нас это не устраивает. Мы хотим, чтобы для ответа в третью, четвертую и пятую сети роутер 1 обращался к роутеру 3. И вот для этого нам нужны статичные маршруты. Условно, мы должны сказать роутеру 1, что сеть 10.0.4.0 находится за роутером 3. Адрес роутера 3 для первого роутера 10.0.1.254. Поэтому на роутере 1 прописываем статичные маршруты. Мы через NMC Lite добавляем статичный маршрут, в котором пишем, что сети 3.0, 4.0 и 5.0 находятся за адресом 10.0.1.254. После изменений поднимаем интерфейс, чтобы он применил настройки. Ну и проверим таблицу маршрутизации. Теперь у нас в списке есть дополнительные маршруты. Без них роутер 1 не смог бы ответить серверам на этих виланах, а значит, как минимум, у них не было бы интернета. Что касается роутера 3, то тут у нас два тимминг-интерфейса по два слейва. Один интерфейс, тем 0, смотрит в зону первого роутера. Второй, тим 1, смотрит во внутреннюю сеть, там, где пользователи и сервера. На втором тимминг-интерфейсе мы создаем вланы 3, 4 и 5. Что касается маршрутов, то тут все гораздо проще. Здесь дефолт гейтваем является роутер 1. И так как вся внутренняя сеть подключена к этому роутеру, а если он что-то не знает, скажем, интернет-адреса, то он пошлет на первый роутер, а тот уже в интернет. Что касается деления на зоны, то тут у нас 4 зоны. Во-первых, тим 0, он у нас смотрит в сторону первого роутера. Во-вторых, вланы 3, 4 и 5. Для каждого из них мы выделим отдельную зону. Можно было бы использовать шаблонные зоны, но лучше создать свои с более подходящими названиями. Роутерс – зона между первым и третьим роутером. Юзерс – зона для локальных пользователей. Серверс – зона для серверов. Менеджмент – зона для управления серверами. О ней мы поговорим чуть позже. Дальше переместим интерфейсы в соответствующие зоны. Тим 0 в зону роутерс, Тим 1.3 в зону юзерс, Тим 1.4 в зону серверс и Тим 1.5 в зону менеджмент. Затем перезапустим фаервол, чтобы применились настройки. Ну и можем проверить эти настройки. Вроде зона есть, интерфейс в зоне и по умолчанию никаких настроек, никаких сервисов в зоне. А значит никто из зоны не сможет подрубиться к самому роутеру. Вы спросите, а как же нам тогда управлять роутерами, если к ним ниоткуда подрубиться нельзя? Тут уже в дело вступает менеджмент в LAN. Как мы говорили, в локальной сети бывает большое количество различного оборудования. Свитчи, роутеры, сервера, сторожи и тому подобное. У большинства этого оборудования есть отдельный выделенный физический порт для управления. Менеджмент порт. Эти порты предназначены для администраторов. С помощью них можно подключаться по веб-интерфейсу, либо по SSH и делать всякие административные задачи. Это позволяет отделить управляющую часть от данных. Условно, если кто-то получит доступ к виртуалке, он не сможет по сети достучаться до самого сервера, через который можно получить доступ над всеми виртуалками. С одной стороны, весь административный доступ к различным системам выносится в один в LAN. Менеджмент в LAN. Это немного сомнительно с точки зрения безопасности. Но с другой стороны, мы знаем, что это единственный путь к админке. А значит, в эту зону мы не пускаем никого лишнего, кроме администраторов. В большинстве случаев на оборудовании только один административный порт. А значит, его не подключишь к двум свитчам. Но обычно это не проблема. Даже если выйдет из строя свитч, это не отразится на пользователях. Максимум админы потеряют доступ к управлению. Плюс нередко все эти подключения держатся на отдельном свитче. Менеджмент свитч. По-хорошему, на схеме я должен был роутер 3 отдельно подключить к этому свитчу. Свитчи отдельно, сервера отдельно. Но свитчи у нас тупые, а на роутере у меня не осталось портов. Поэтому роутер 3 я буду подключать через пятый VLAN. А сервер 1 подключу через отдельный адаптер. Как и положено. Роутер 1 и JumpHost не будем подключать к менеджмент свитчу. Так как к ним у нас меньше всего доверия. К примеру, у нас на роутере 3 целых 4 адреса в 4 сетях. А мы хотим, чтобы управлять им можно было только из менеджмент сети. Для этого в настройках srd выставляем в качестве Listen адрес только адрес менеджмент VLAN. И перезапустим srd. Для проверки можно подрубиться к себе же. По адресу 4.1 сразу видим ошибку. А вот по адресу 5.1 можно понять, что подключение работает. Не забудем в зоне менеджмент разрешить сервис ssh. Ну и перезапустить firewall. По-хорошему стоит убрать из других зон ssh. Но все равно в других зонах нет активных интерфейсов с IP адресом. А там где есть, не разрешен ssh. Теперь подрубимся к серверу 1. Тут у нас есть тимминг интерфейс для 4 влана. А также 5-й влан, подключенный отдельно через интерфейс ENS 5. Давайте и здесь в sshd заменим Listen адрес на адрес из влана 5. И перезапустим sshd. Ну и сделаем изменения на firewall. Во-первых, создадим новую зону менеджмент, переместим туда интерфейс и разрешим там ssh. При этом из дефолтной зоны, то есть из паблик, уберем ssh и перезапустим firewall. То, что мы сейчас делаем на уровне виртуалки, не имеет смысла. Но просто представьте, что это физический сервер. У него на одних физических портах входят данные, а через выделенный менеджмент мы управляем. И то, что мы вынесли ssh на отдельный интерфейс и по firewall настроили к нему доступ, это лишь условность. Но из этой условности можно вынести что-то полезное. По крайней мере, мы учимся работать с зонами. Итак, мы разделили нашу сеть на зоны. Где-то остались мелочи. Условно убрать лишние сервисы и интерфейсы из зон на роутерах и конечных устройствах. Все наши соединения сейчас держатся благодаря тому, что изменения на firewall не влияют на текущие ssh-сессии. Если мы попытаемся заново подключиться, хоть пинг и будет работать, но ssh и любые другие соединения работать не будут. Просто потому, что сетевой firewall блокирует трафик между зонами. А вот как гранулярно разрешить трафик между зонами и как с джамп хоста попасть на сервер 1 по ssh, поговорим в следующий раз. Информации и так получилось много. Схема стала комплекснее, но ничего страшного в ней нет. Постарайтесь построить такую же сеть. Все должно пинговать друг друга, за исключением адреса 5101. Почему так, разберемся в следующий раз. Давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами поговорили про безопасность, затронули необходимость внутреннего и внешнего firewallов, разделили нашу сеть на зоны, создали DMZ и добавили несколько вланов и подсетей.